В декабре в Штокольме В декабре вручали дипломы новым лауреатам Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2008 год. Одним из награжденных стал немецкий ученый Гарольд Сурхаузен. Он обнаружил, что вирус папилломы вызывает рак шейки матки у женщин. Благодаря этому открытию была изобретена, опробована и стала массовой, первой в истории вакцина против рака. Значение этого события трудно переоценить. Уже сегодня это тысячи, десятки тысяч спасенных жизней. Вакцина от одной из самых страшных болезней – рака. А теперь представьте себе, что первым человеком, который проник в тайну рака, который распознал вирусную его природу, был наш соотечественник – Лев Александрович Зильбер. Сделан это еще 60 лет назад. И он бы мог успеть сделать и вакцину, если бы не страшные обстоятельства его жизни. Его везли в Москву. Поезд следовал из Печерстроя через Урал. Его везли без наручников. И теплилась надежда, что вот-вот все изменится, его освободят, и этот третий срок наконец закончится. Это было самое тяжелое заключение Льва Зильбера. Он едва не погиб от истощения и непосильного труда. Его спас случай и медицинское образование. Он удачно принял роды у жены начальника лагеря и вскоре стал заведовать лазаретом, при котором создал небольшую научную лабораторию. Там, за полярным кругом, в зоне тундры и вечной мерзлоты, Зильбер сумел справиться с пелагрой, страшной болезнью, косившей заключенных без разбора. Его идея была простой. Вокруг рос ягель, мох, которым питались олени. А что, если выращивать на нем дрожжи, ценнейший источник витаминов и белков? И у него получилось. В маленькой лаборатории при лазарете врач Лев Зильбер вырастил дрожжи и создал новое лекарство – антипелагрин. Даже небольшая его инъекция творила чудеса. Поднимала полностью истощенных людей. Давала силы жить. А самое главное – в его лагере резко упала смертность. И он организовал с разрешения начальства конференцию лагерных врачей, на которой рассказал о том, как бороться с пелагрой. А буквально на следующий день после конференции – срочный вызов в столицу. Он и сам с трудом мог поверить в реальность происходящего. И сейчас в поезде по дороге в Москву Зильбер надеялся, что, может быть, хоть на этот раз власти оценят заслуги, поймут, что никакой он не диверсант и не враг. И, наконец, ему дадут спокойно жить и работать. Какая нелепость! Я – диверсант и преступник. Позади дни и ночи напряженной работы – риск, смерть вокруг. Отчаянные поиски и, наконец, полная победа. А вместо награды – решетки и холодные камни. Я оскорблен, но я не раздавлен. Я буду бороться. Все эти абсурдные обвинения останутся без моей подписи. За несколько дней до этого ареста Лев Зильбер, директор Бакинского института микробиологии, приехал в Баку из Нагорного Карабаха. Вместе с участниками своей экспедиции он вернулся победителем. Там, в Кадруте, в маленьком горном селении, Зильберу удалось остановить эпидемию чумы. Не дать этой страшной болезни распространиться по всей республике. Когда началась эпидемия, к Зильберу обратился уполномоченный НКВД. Стало известно о диверсантах, переброшенных из-за рубежа и орудующих в районе. Они достают чумные трупы и распространяют заразу. Когда члены экспедиции осмотрели могилы умерших, казалось, предположение о диверсии подтвердилось. В трех из десяти могил оказались тела с отрезанными головами, без сердца и печени. Зильбер знал, что микроб чумы, высушенный в тканях, годами может оставаться живым. И если вырезанные органы умерших окажутся у населения, эпидемия будет не остановить. Подобного еще не было в мировой практике чумных экспедиций. Действовать нужно было быстро. По приказу Зильбера всех жителей селения изолировали. Дома обработали ядовитым газом, от которого погибало все живое вместе с бактериями. Эти срочные меры Зильбера дали результат мгновенно. Уже через две недели эпидемия была остановлена. А чуть позже раскрылась и тайна разоренных могил. Местный учитель рассказал Зильберу легенду о древнем горном обычае. Если умирает один за другим член одной семьи, это значит, что первый умерший жив и тянет всех к себе в могилу. Надо привезти на могилу коня и дать ему овса. Если он станет есть, значит, в могиле живой. Его надо убить, голову отрезать, взять сердце, печенку, нарезать кусочками и дать съесть всем членам семьи. Причина быстрая распространения болезни оказалась там, где никто не ожидал дикий обычай горцев. Никакой диверсии не было. Но именно в диверсии обвинили Зильбера по возвращению в Баку. Дескать, из экспедиции он привез с собой бактерии чумы с целью заразить население. Тогда, не подписав ни одного обвинения, Зильбер пробыл в заключении четыре месяца. Его спасло заступничество Максима Горького. К знаменитому писателю с письмом обратился его литературный крестник, младший брат Льва Зильбера, писатель Вениамин Каверин. В 31-м Лев Александрович вернулся в Москву и вскоре создал там первую в стране центральную вирусологическую лабораторию. Из истории онковирусологии. Вирус в переводе с латинского означает «яд», «ядовитое начало». Вирусы являются одной из самых распространенных форм существования органической материи на планете. В конце 19 века все мельчайшие возбудители инфекционных болезней назывались вирусами. Лев Зильбер под конвоем вернулся в Москву. Как и в 31-м, он надеялся на освобождение. Эта надежда рухнула сразу же после разговора со следователем. Ему предложили заняться бактериологией, но вовсе не той, о которой он мог мечтать. Зильберу предложили руководить лабораторией, изучающей средства бактериологической войны. Он отказался сразу. Не помогли ни уговоры, ни угрозы. И тогда, ничего не добившись, его отправили в химическую шарагу. Здесь, в шараге, в нем снова заговорил ученый. Его давно привлекала тема острая и, казалось бы, недосягаемая – онковирусология. Благо, было необходимое оборудование и время. Это не зона, где он был вынужден добывать крыс и мышей за махорку. Лев Зильбер провел сотни опытов. Для проникновения в тайну раковых опухолей сначала нужно было изучить сам механизм взаимодействия вируса и клетки. В своих поисках он опирался на идеи Николая Гамалея, основоположника отечественной микробиологии и эпидемиологии, и работы Владимира Хавкина, создателя первой вакцины против холеры. Хавкин выяснил, что паразиты, попадая в протоплазму инфузорий туфелек, быстро погибают. Однако те из них, которые все же достигают ядра, оказываются защищенными и сами вызывают гибель хозяина. Николай Гамалея пошел дальше и допустил, что могут существовать опухолеродные вирусы, размножающиеся в клеточных ядрах и поражающие наследственную часть клетки. Зильбер поставил себе задачу найти и выделить этот самый вирус. Среди онкологов того времени вирусная теория происхождения рака была, мягко сказать, непопулярна. Да и доказательств у нее не было. Ни из одной опухоли человека до сих пор не удалось выделить опухолеродный вирус. А опухоли животных можно вызвать разными факторами, так что здесь вирус, скорее всего, ни при чем. Но Зильбера это не останавливало. Он продолжал ставить все новые и новые опыты, перенося клетки опухолей на здоровых животных, пытаясь доказать, что вирус – универсальная причина рака, а неудача других ученых с его выделением связана не с тем, что он не существует, а с неумением его обнаружить. Из истории онковирусологии. Первооткрывателем вирусов стал ботаник Дмитрий Ивановский. Он искал возбудителя мозаичной болезни табака и в 1892 году обнаружил, что возбудитель способен проходить через фильтр, задерживающий самые мелкие бактерии. Так был обнаружен первый фильтрующийся агент или вирус в современном понимании этого слова. Понимая особую важность своей работы, Лев Александрович с трудом добился свидания с прямым начальником и рассказал ему о своей идее и результатах исследований. И тут же был ошарашен откровенной насмешкой. Миллионы людей умирают от рака, а его работу о природе этой таинственной болезни не принимали всерьез. Какой-то злой рок преследовал его всю жизнь. Всякий раз, когда ему удавалось сделать, понять, открыть что-то существенное, он получал вместо награды наказание. Я предполагал, что это может повториться, но все же надеялся на здравый смысл. Я ошибался. Когда следователь после допроса провожал меня чрезвычайно довольным, я места не находил. Уснуть не мог от волнений и боли. Нет, с ним нельзя по-человечески. Его надо оставлять раздраженным, доведенным до бешенства, проигравшим в дуэли между безоружным человеком и махиной палачества, подлости и садизма. За несколько месяцев до этого, весной 1937 года, на Дальнем Востоке распространилась смертельная болезнь. Она поражала мозг человека, его центральную нервную систему. Из десяти заболевших умирало четверо. Эпидемия угрожала не только местному населению, но и частям Красной Армии, расположенной в тайге. По личному распоряжению Ворошилова, Зильбера назначили руководителем первой специальной таежной экспедиции. Уже на третий день работы, после разговора с первой заболевшей, у Льва Александровича появилась догадка. Он скрупулезно сравнивал факты, изучал истории болезней и нашел в них закономерность. Люди заболевали чаще всего весной, и до заражения все они работали в тайге. Буквально через неделю исследований Зильбер предложил коллегам свою гипотезу. Возбудитель болезни вирус, а переносит его обыкновенный таежный клещ. Фактов для научного обоснования еще не было. Версия казалась слишком простой, и появилась она так стремительно, что никто из сотрудников ему не поверил. Но болезнь продолжала распространяться. Нужно было срочно принимать меры, нужно было защитить людей от смертоносной заразы. И Зильбер принял решение сам. Он отправил телеграмму маршалу Блюхеру, в которой советовал принять меры в воинских частях. Он рекомендовал солдатам ежедневно осматривать друг друга и удалять с одежды клещей. Командарм, не сомневаясь, отдал приказ войскам. И эта простая мера спасла от заражения тысячи людей. А Зильбер с коллегами еще два месяца сутками напролет в глухой тайге под проливными дождями работали над владелением самого вируса энцефалита. И сделали это первыми в мире. Это был грандиозный успех нашей вирусологии. Экспедиция Зильбера вернулась в Москву. Снова с победой. И вдруг, как и шесть лет назад, нелепейший донос и дикое обвинение. Зильбер шпион. Он намеренно завез вирус в столицу, чтобы заразить ее жителей. На этот раз признание добивались пытками, голодом, бесконечными ночными допросами. Ему сломали ребра, отбили пучки. Но так и не получили ни одной подписью под протоколом. Он выстоял, не сломался, не оговорил себя. И это спасло ему жизнь. Это можно назвать по-разному. Бескомпромиссностью, жаждой жизни, упрямством, упорством в достижении цели. Но в основе лежит одна очень важная деталь. Это черта настоящего ученого, который поставил перед собой цель постичь какую-то тайну, дойти до определенной цели, во что бы то ни стало. И при этом это настолько всеохватывающее чувство, что неважно, в каких обстоятельствах происходит работа, что человек окружает, была бы возможность думать. Работая над вирусной теорией рака, он чувствовал правоту своей идеи, но пока не мог ее доказать. Ему никак не удавалось выделить сам вирус, порождающий опухоль. Да, при переносе раковых клеток здоровым животным опухоль возникала. Но чем она была вызвана? Удача пришла неожиданно. Случайно погибла одна из подопытных крыс, и при вскрытии Зильбер обнаружил у нее маленький узелок молодой опухоли. Он отфильтровал зараженные клетки и перенес полученный экстракт на здоровую крысу. Через некоторое время у нее начала расти опухоль. Вот она. Зильбера осенила догадка. Вирус может присутствовать в опухолях только на ранних стадиях. Он лишь запускает процесс болезни, а затем исчезает. Вот почему его никак не удавалось выделить. Ведь раньше исследовались уже сформированные опухоли, а в них вируса просто не было. Зильбер ставит новые опты, теперь только с молодыми опухолями и получает положительный результат. Главный принцип его гипотезы. Мавра сделал свое дело, Мавра может уходить. То есть вирус не противостоит хозяйской клетке, не размножается в ней. Он взаимодействует с ней, меняет ее наследственное свойство, превращая в опухолевую, а затем исчезает. Из истории онковирусологии. Идея вирусного происхождения опухоли появилась в начале 20 века, в то время, когда наука-вирусология только зарождалась. Первым эту мысль высказал француз Амадей Боррель. Его идею подхватил русский ученый Илья Мечников. Лев Зильбер стоял на пороге великого открытия. Но как донести его до коллег? В лаборатории он находит несколько листов папиросной бумаги и микроскопическими буквами записывает на них свою теорию, надеясь передать записку на очередном свидании. В то время свидания с ним разрешались один раз в 2-3 месяца. Вместе с младшим братом, писателем Вениамином Кавериным, его посещала преданная, любящая его женщина, первооткрывательница советского пенициллина Зинаида Ермольева. Выдающийся микробиолог и эпидемиолог Ермольева, получивший сталинскую премию за борьбу с холерой в Сталинграде, пользовалась огромным доверием в власти и обладал невероятной энергией. Несмотря на то, что когда-то, давно их семейная жизнь не сложилась, она не только продолжала любить льва Зильбера, но и оставалась его близким другом. В самые тяжелые годы, рискуя блестящей карьерой и жизнью, вела поистине титаническую работу за его освобождение. Раз за разом. И тогда, когда его взяли по доносу в 37-м, и теперь, когда по тому же доносу его взяли вновь в 40-м. Как тяжко осознавать всю нелепость обвинения. Ведь я не совершал преступления. Более того, я даже не помышлял об этом. Почему же преступник? Потерять свободу, семью, товарищей, любимую работу, лежать на этих тюремных нарах и без конца думать. За что? Тогда, в 40-м, на слушании дела ему не дали сказать ни слова. Его обвинили по 4-м пунктам 58-й, каждый из которых уже грозил расстрелом. Но Зильбер опять ничего не подписал и только крикнул отчаянно в зале суда. Когда-нибудь лошади будут над этим смеяться? Его приговорили к 10-ти годам лагерей. Прошло почти 5 долгих и трудных лет его третьего заключения, прежде чем на очередном свидании с братом и бывшей женой Зильберу удалось сунуть в руку Ермольевой листочки папиросной бумаги, скрученные до размеров пуговицы. Это была его вирусная теория рака. Это было, возможно, самое важное его открытие. Зинейда Ермольева прочитала записку, но почти ничего не поняла в ней. Статья пугала своей новизной. Однако она все же решилась на очередной отчаянный шаг. В 10 утра 21 марта 1944 года в Кремль на имя Иосифа Сталина было передано письмо о невиновности Льва Зильбера, подписанное виднейшими учеными страны. На конверте Зинейда Ермольева пишет всего одно имя главного хирурга Красной Армии Николая Нилуча Бурденко, с которым мы хорошо знакомы. На всех фронтах шло генеральное наступление. Иосиф Сталин не мог оставить без внимания письмо главного хирурга армии. И произошло невероятное. 21 марта, в тот же день, когда письмо легло на стол в приемной вождя, Льва Зильбера освободили. Это случилось накануне его 50-летия. 17 января 1945 года в газете «Известия» профессор Зильбер опубликовал заметку «Проблема рака», в которой популярно изложил свою концепцию. Он понимал исключительную важность для человечества решения загадки рака и прекрасно осознавал, какой будет реакция на его вирусную теорию, если публикация состоится в научной прессе. И вирусологи, и онкологи в своем подавляющем большинстве в то время еще не были готовы принять главную идею теории Зильбера – вируса индуктора, а не вируса мотора инфекционного процесса. Еще долгие годы Зильбер в одиночку будет искать практические доказательства своей теории. И только в 60-х у него появятся последователи. К этому времени он создаст новую научную дисциплину на стыке иммунологии и онкологии, опубликует множество работ о вирусном происхождении рака, будет избран членом Академии медицинских наук СССР, членом Королевского общества Великобритании, Академии наук США, членом Ассоциации онкологов Бельгии и Франции, будет удостоен государственной премии СССР. И единственное, чего он не успеет, но о чем будет мечтать все эти годы, это создать вакцину против рака. 10 ноября 1966 года Лев Александрович Зильбер пошел в свой рабочий кабинет и протянул помощнице заключительные страницы книги, над которой он работал последние два года. «Вирусогенетическая теория возникновения опухолей». «Поздравьте меня», – сказал он. «Наконец я ее закончил». Он улыбался. А через 10 минут его не стало. «Понадобилось почти полвека на то, чтобы научную теорию Зильбера воплотить в живую практику медицины и создать вакцину против вируса папилломы, который вызывает рак шейки, матки и некоторых других органов, важных для репродукции человека. И вот сегодня на карте мира красным обозначены страны, где проводятся массовые вакцинации. Увы, рядом с Соединенными Штатами и Европой всего несколько маленьких очажков в нашей стране. Москва, Московская область, Тверь, Самара, Антамансийск. Хочется верить, что это только начало». Субтитры создавал DimaTorzok